Добрый день, я Светлана Амельян. Сегодня я хочу рассказать вам о том, как перевести рисунок в схемы для вязания. И я обратилась к этой теме ровно потому, что одна из наших читательниц приобрела урок по переводу рисунка в схемы для вязания. И у нее стал вопрос, а откуда же взять эти пиксели, которые мы будем переводить в схемы для вязания? Так вот, эта проблема минимальна из того, с чем вам придется столкнуться. Потому что за нас, как бы нам даже думать не надо, за нас все это сделает программа. Если у вас есть фотошоп, то вообще проблем никаких не будет. Потому что я сейчас вам покажу, как это делается в фотошопе. Вот у меня специально, я показываю уже готовый вариант, но на самом деле изначально рисунок у нас выглядел немножко по-другому. Это был вот такой рисунок, найденный в интернете. То для начала, конечно, надо бы использовать именно такие монохромные узоры, потому что при переведении в пиксели этот монохром превращает в 150 оттенков серого. А в цветовом изображении там вообще такое количество оттенков, что вы просто не сможете подобрать такое количество пряжи. И поэтому, если мы хотим такое медвежонку связать на кофте, то поле будет одного цвета, а медведь здесь у нас будет другого цвета. Ну вот какие-то вставочки можно там черные, коричневые, например. Например, вот если мы возьмем вот такой и сделаем, например, заливку каких-то частей делаем таким цветом, какую-то что-то сделаем другим. То есть в окончательном варианте медвежонок у нас будет выглядеть вот так, например. И перевести его в пиксели, вы сами понимаете, все определяется будет только тем, какие у нас здесь контуры. И поэтому возвращаемся к тому, что у нас было, и включаем всего лишь программу, которая у нас переводит рисунок, как бы развивает его на фрагмент. Это идем в фильтры, и галерея фильтров это вот как раз тот вариант, который нам подойдет. Здесь у меня, вот здесь справа вы видите, текстуры, цветная плитка, все остальное нам уже не очень сильно подойдет, потому что это как бы не квадратики, это такие разноцветные, всеугольные фрагментики разные, что они как бы на петли их перевести будут сложнее. А вот эта цветная мозаика, это как раз то, что нам подойдет. Это то, в зависимости от количества петель, которые в нашем рисунке будет, мы можем подобрать такой квадратик, который более-менее, вот, например, здесь вот, наверное, около 50 петель будет, или 50 рядов. Вот, в зависимости от того, сколько рядов, в какое количество рядов мы хотим поместить наш узор, мы примерно вот так вот можем подобрать вот эти количество пикселей, которые нам нужно сделать. И вот, если мы, например, нас устраивает вот этот фрагмент, мы нажимаем ОК, и наш медвежонок превратился вот в такой пикселированный рисунок. Остается его распечатать, и дальше мы уже по схеме, которую нам Наталья Некрасова рассказывает, мы переводим вот этот узор в схему для вязания, и потом мы ее воплощаем уже в вязаном изделии. Поэтому, надеюсь, что перевод рисунка в пиксели не составит для вас труда, а вот как уже воплотить этот рисунок в вязанное изделие, это уже вам расскажет Наталья Некрасова. Я Светлана Амельян, соавтор сайта «Изба вязальня». Продолжение следует...